Здравствуйте! Это канал «Страна для жизни» и, как обычно по четвергам, наша рубрика «Письма героям». Сегодня мы хотим рассказать вам историю политзаключенной Ирины Счастной, которая находится в заключении с 18 ноября 2020 года. Ирина Менчанка окончила Институт парламентаризма и предпринимательства, магистр политических наук. Она всегда интересовалась политикой и всем, что происходит в стране, не только как гражданин, но и как профессионал. Имя Ирины Счастной появилось в информационном поле с 2006 года. Она поддерживала связи с движением «Разом» и некоторое время даже была координатором, активная участница акций, посвященных исторической памяти. Ирина помогала вместе с мужем бездомным животным, увлекалась историей и психологией, всегда много читала, обожала книги белорусских авторов, особое внимание отдавала Вадиму Деружинскому. Уже находясь в заключении, прочла «Антиутопию Урэлла». Имеет музыкальное образование по классу скрипки, очень доброе и внимательное по отношению к людям. Активная позиция Ирины привела ее к администрированию телеграм-канала в 2020 году. Она стала редактором «Моя краина Беларусь». В августе перед выборами выехала в Украину, но вернулась назад в Беларусь в сентябре. По ее словам, не смогла быть вдали от дома и страны, которую безумно любила. 18 ноября 2020 года Ирину задержали. Я очень хорошо помню этот день. Я тогда принимала звонок на горячей линии весны от мужа, что после обыска в квартире его супругу Ирину Счастную увезли в неизвестном направлении. Позже стало известно о местонахождении Ирины и что на свободу она не выйдет, потому что ей предъявлено обвинение по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В ходе следствия статью переквалифицировали на 293, а суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. За все время содержания под стражей Ирина неоднократно подвергалась психологическому давлению. Одно время ей даже не отдавали письма от родных. Теперь в колонии она не получает письма от друзей и знакомых, только от близких и родственников. Ее лишили свиданий на 4 месяца, хотя и до этого свиданий не было. Из-за всего, что произошло, муж и сын вынуждены были эмигрировать в Украину, а перед войной перебрались в Польшу. Сын Герман очень скучает по маме, хотя кроме папы ни с кем не хочет обсуждать эту тему. На Новый год он загадал одно единственное желание – чтобы мама вышла на свободу, и они с папой смогли вернуться к ней в Минск. Белорусы уже много раз доказывали свое умение быть солидарными. Наша солидарность – это огромный кулак, который бьет по режиму, и с которым тяжело бороться действующей власти. Мы просим всех неравнодушных людей поддержать Ирину Счастную письмами, открытками и телеграммами. Ведь в заключении так важна именно психологическая поддержка от людей. Она дает силы для выживания в этих невыносимых порой условиях. На 25 мая 2020 года, по данным правозащитной платформы Dissident.by, насчитывается 1467 политических заключенных. Все эти люди и их семьи нуждаются в нашей помощи и поддержке. Вы можете пожертвовать любую сумму для помощи семьям политических заключенных. Можете стать участником программы солидарности «Друг семьи». Можете просто собрать или оплатить передачу в СИЗО или исправительную колонию. Купить продуктовую корзину для семей с детьми и многое другое. Все необходимые ссылки для оказания помощи вы найдете в описании к выпуску. Пишите письма политзаключенным. Не забывайте наших героев. Живе, Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова